Друзья, всем привет! Мы приехали в Киев для того, чтобы посетить официальную презентацию, официальный старт продаж смартфона Xiaomi Redmi Note 5 прямо здесь в Украине, в Киеве. И знаете, неплохо, водичка, даже какое-то подобие нашего моря, можно какую-то альтернативу для себя найти. Сейчас заскочим, со всеми поздороваемся, опять пощупаем уже официальную версию смартфона и, возможно, кому-то зададим какие-то вопросы. Погнали! Смотрите, что у меня в руках. Это новый Redmi Note 5, при этом в новом цвете. Называется «Голубое озеро». На самом деле, когда я ехал на эту презентацию в Украине, я думал, а что ж я еще нового узнаю? Обзор смартфона мы уже делали. Держали его в руках, рассказывали вам про это устройство, но оказалось, что в любой презентации можно выловить какую-то интересную локальную информацию, о которой я вас сейчас расскажу. В 2017 году компания Xiaomi преодолела очень большой рубеж. Выручка 15 миллиардов долларов. К примеру, компании Google, чтобы добиться таких результатов, понадобилось 9 лет работы. Компания Apple 20 лет работы Xiaomi это сделала за 7 лет. В принципе, впечатляет. Конкретно в Украине компания Xiaomi открыла 18 магазинов, то есть официальных сторов. И в 2018 году они планируют сделать в два раза больше магазинов. Это очень интересно. Что касается самого смартфона, как всегда рассказали быстренько информацию, сделали очень большой акцент на камере с ее искусственным интеллектом. И что мне больше всего понравилось, это смартфон в открытую и честно сравнивали с конкурентами. Причем с конкурентами как в одной, той же приблизительно ценовой категории, так и с флагманскими моделями. Если говорить про какие-то решения доступные, это был Samsung A8, сравнили камеру Samsung A8 и также с Huawei P20 Lite. И сказали, что за эти деньги, да, это лучшая камера, это действительно лучшая камера. Почему? Потому что здесь используется флагманская технология Dual Pixel и к тому же размер пикселя максимально большой для смартфона не только в этой ценовой категории, а вообще из всех ценовых категорий. То есть 1,4 микрона размер пикселя это очень много, особенно если говорить про смартфон, который стоит, сейчас скажу сколько. Мы имеем две цены, модель на 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной памяти будет стоить 5999 гривен. И это действительно очень крутая цена, но предпродажи в Украине начинаются для мифанов с еще более вкусной цифрой 5555 гривен. То есть 21 числа начинаются предзаказы и вы можете урвать себе этот смартфон за такую сладкую цену, это очень клево. Модель с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной памяти стоит всего лишь на 1000 гривен дороже, это тоже очень хороший результат. Если вы посмотрите на конкурентов, то у них цена в два раза выше. И технические характеристики не всегда лучше, особенно учитывая то, что здесь стоит Snapdragon 636. Очень хороший процессор, который действительно энергоэффективный. К тому же, что интересно, память в этом смартфоне, которая используется LP DDR4X. Такая память используется только во флагманских смартфонах, она на 35% энергоэффективнее, это тоже действительно достойно уважения. Ну и кстати, так как уж ребята из Xiaomi приехали сюда, они еще и воспользовались случаем и презентовали Xiaomi Mi Mix 2S, про который мы с вами уже знаем. Мы смотрели на его в Шанхае, ездили на выставку, снимали обзор, показали цену, показали характеристики, все привычно, приятно. Сейчас я предлагаю пройтись, еще посмотреть, что здесь происходит и возможно нам удастся задать вопрос представителю компании Xiaomi. Вы знаете, мое путешествие в Украину было довольно непростым, возникли трудности с визой и вообще на сборы у меня было всего 23 часа. Но я рад быть здесь, вокруг приветливые люди и крутая поддержка мифанов. К слову, я люблю играть в доту, а у вас тут большое количество первоклассных команд и я всегда слежу за различными браткастами. С нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы досконально изучить город. Во время своего доклада я очень часто сравнивал наши продукты со смартфонами Apple, Samsung, Huawei. На самом деле мы не пытаемся делать прямое сравнение, мы лишь четко хотим показать всем вам, что миссия Xiaomi делать максимально качественные продукты с минимально возможной ценой. И на примере конкурентов получается лучшая демонстрация этого. Сейчас я использую Xiaomi Mi Mix 2S, люблю этот смартфон, но знаете, в моем распоряжении много новых продуктов, о которых я не имею права пока говорить вслух. Next time when I come here, I'll show you guys those devices. Okay, thank you. Друзья, с вами был Иван Лучков прямо из центра Киева. Воспрезентация Xiaomi Redmi Note 5, камера-зверь, доступный смартфон с флагманской камерой. Подписывайтесь на канал, оставляйте конструктивные отзывы, не забывайте заходить на наш Telegram аккаунт, там все очень-очень интересно, много новостей. И даже иногда мы выкидываем туда оригиналы фотографий, которые делаем на камеры смартфонов, поэтому это полезно. Пока!